Два часа назад в Красноярск прилетела Ария. Эта группа одной из первых начала играть настоящий тяжелый рок в тогда еще Советском Союзе. По словам музыкантов, они уже были в Красноярске в 80-х годах. Куда идти? У нас были проблемы с Министерством культуры, и группа выступала под названием «Поющие сердца». Меня зовут Полодя, я играю на гитаре. Завтра у Дворца Труда пройдет первый концерт Арии в Красноярске, а послезавтра еще один. Итак, увидеть и услышать группу вы сможете завтра, а сегодня ребята устали от долгого перелета. Коман, эврибодинг, добро пожаловать на Арии Рекордс. И так живая легенда советского, теперь российского тяжелого рога, московская группа Ария, сегодня вечером была первый концерт в Красноярске. Эдстары и компания «Элтекс» пригласили состав, который можно назвать классическим. Валерий Кипелов, вокал, Володя Холстинин и Сергей Маврин – гитары, Виталий Дубинин – бас и Александр Манякин – ударный. Ария сыграла как старые песни, так и относительно новые. Из последнего диска «Кровь за кровь». Кстати, пластинки и плакаты группы продавались до концерта. А открывал его Владимир Буш со своим проектом «Хлухи». Один из самых лучших и справедливо любимых в народе музыкантов Красноярска. На завтрашнем концерте разогревающим составом будет проспект Мира. Начало в 6 часов вечера. И так завтра вы сможете еще раз увидеть Арию живьем на сцене Дворца Труда. В Дворце Труда сегодня пошел последний концерт Арии в Красноярске. Сразу после него в Доме актера состоялась пресс-конференция Арии. Какие поклонники вам ближе? Те, что стоят у сцены, или те, кто слушает музыку сидя? Если буквально, то ближе, конечно, те, которые стоят у сцены. А вообще все. Все. Ну, каждый по-разному, так сказать, переживает концерт. Кто-то стоит у сцены, кто-то может просто сидеть и слушать. Там все равно знает все наши песни. Может петь не вслух, а про себя. Вот. То есть мы ко всем относимся одинаково хорошо с любовью. Фанаты, которые перед сценой стоят, они же тоже наши, понимаешь? Но они только воспринимают это по-своему. А те, кто сидит и хлопает, это же тоже нормально. Я понимаю их, которые стоят впереди, они им мешают, им не видно. Напомню, что организовала концерты компания LTEX. И открою небольшой секрет. Осенью в Красноярске может состояться презентация новой пластинки Арии.